МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова здравствуйте, дамы и господа. Это континентальная лига, весенний сплит. И, как обычно, ваш ведущий Павел Риллион Шабалин и студия аналитики. Первый день и сразу же ультимативный состав. Мои коллеги по-настоящему эксперты в своем деле. Человек, у которого, судя по всему, в сутках 40 часов. Вандерфул, потому что именно так я могу объяснить, что он смотрит все игры всех регионов и знает про всех игроков. Здравствуй, каково это снова вернуться в эфирную команду? Непередаваемое ощущение, Павел. Просто абсолютно. Это, конечно, не Overwatch, это, конечно, не потрясающая студия аналитики, которая есть там, но у нас теперь тоже есть свой шутан, поэтому сегодня будем говорить о нем. На котором я с удовольствием, кстати говоря, уже тоже поработал. Были крутые турниры. Однако про First Strike мы, конечно же, вспомним. Но на другой трансляции, а сейчас также преданонсируем вам появление еще одного новичка в нашей эфирной команде. Между прочим, чемпион сразу двух турниров битвы университетов. Айкей, здравствуй и добро пожаловать. Привет, Паш, привет, трансляция. Я очень рад присутствовать здесь. И надеюсь, у нас сегодня будут действительно жаркие и хорошие игры. Я думаю, что тебе обязательно команды не только одолжение сделают и покажут настоящие жаркие игры, но еще и всех нас удивят, потому что сегодня есть на что посмотреть. Итак, давайте-ка взглянем на расписание, потому что, как вы видели за окном, сейчас очень холодно, а у нас на трансляции будет очень и очень жарко. Сразу же наша континентальная лига начинается с матча EOL против Gambit. И тут, конечно, это уже все размусоливали тысячу раз. И на нашем эфире, который для нас любезно организовали шорти вместе со Старки и Зачком, они разобрали все составы и изменения в этих составах. Но еще раз поговорим. EOL против Gambit. Dragon Army против OBG. KrokRout против Vega Squadron. И Роксы. И мы, кстати, сейчас должны поприветствовать новую организацию в нашей континентальной лиге. Это Control Play. Добро пожаловать также и им. Итак, Вандер, давай поговорим про EOL и Gambit. Там уже несколько раз мы это все обсуждали. Естественно, есть по одному изменению и в том, и в другом составе. Как ты оцениваешь эти интересные решафлы? Восхитительные изменения. Ну, смотри, наверное, если я буду говорить про стажера, это будет ближе, да, СНГ комьюнди, потому что они все-таки знают, Александр всегда был одним из самых любимых здесь игроков. Поэтому я думаю, что он даст им стабильность. То есть, скорее всего, Костяк будет страдать, будет против EOL. Посмотрим, и смогут ли они их обыграть в этом году, потому что в прошлом году они бились-бились в эту стену никак. И вот стажер как раз должен им дать этот вот пуш, чтобы попробовать и перепрыгнуть через этот барьер. Что до EOL, многие, конечно, хитят нашего французского молодого человека, но я думаю, что он очень прилично играет. То, что я видел в прошлом году, он играл в отвратительной команде во Франции, то есть просто ужасной. Но AD-шник очень сложно судить в такой ситуации. Я думаю, что EOL, где четыре надежных играха и идеально сшитые под них методом, будет в разы лучше. Ну, 19-летний молодой талант еще обязательно себя покажет. Давайте пока что посмотрим на предсказания нашей эфирной команды, исходя из вот всех этих интересных изменений в составе команд. И я, честно говоря, был крайне удивлен, когда снова увидел анти-хайп Зачка. В этот раз он просто вот решил с плеча, так сказать, сразу же рубануть. Он поставил на гамбит в первом матче. Как ты думаешь, Окей, почему? Я думаю, Зак хочет увидеть какой-то апсет в этой серии, да, потому что понятное дело, что EOL для нас фавориты сейчас, они чемпионы прошлого сплита. Но я думаю, что такой умный игрок, как стажер, явно не мог прийти к такой важной для него серии, да, неподготовленным. И гамбиты, мне кажется, будут удивлять. Мы знаем, что сейчас у Unicorns of Love некоторые проблемы с Элла в Солоку. Возможно, вот на старте как раз-таки можно забрать вот эти вот очки, да, заветные у уникорнов, которые потом в дальнейшем помогут и в плей-офф выйти. Это то, о чем говорил Старки. Он в первую очередь делал ставку, если говорить о шансах команды Гамбит в этом матче на Флате и на центральную линию команды Гамбит. На то, что этот парень сейчас как-то очень круто перформит. И даже в случае, если Ананасик будет очень сильно опережать стажера, которого, конечно же, сейчас вот данный момент формы однозначно не та, то вот Флате, возможно, здесь будет играть решающую роль. Согласен ли ты с этим, Ванда? Ты знаешь, наверное, и нет, потому что, ну, то есть какие могут быть реально проблемы у Льва в Солоку? То есть даже если у него проблемы в Солоку, ты смотришь на мету, то, что он сейчас на Мить, там Арианна, Виктор и вот это вот все, Номанс на этом во сне играет с закрытыми глазами. Флате играет более ровно, еще с этапом, он не давит линии, то есть он не будет его... Именно Элл флексить он не будет, поэтому многое будет зависеть слишком от команды. И, как я уже говорил, мета абсолютно сейчас сшита под Йолл. То есть у них все, что им нужно, все их мечты, идеальные драфты, все для них сейчас. Хотя вообще вот это противостояние, оно на самом деле уже достаточно старое. У нас на протяжении нескольких сезонов подряд Флате против Номанзе на Миде, это что-то с чем-то. И, кстати говоря, это противостояние не только в рамках их командного ПВП, но еще и в рамках их личного ПВП за звание MVP всего сезона. И напоминаем, что в этом сезоне, конечно же, снова у нас будет голосование в наших социальных сетях. Обязательно не пропустите и примите в нем участие. Там всегда будет выбраны и предложены от нашей эфирной команды три игрока, среди которых вы будете выбирать уже фаворита. И в конечном итоге мы выберем лучшего игрока всего нашего сезона. И напоминаю, что, конечно же, в прошлом сезоне победителем стал Номанз. И мне кажется, абсолютно заслуженно. Ну а вместе с тем, из прошлого сезона в новый сезон перекочевал также и наш спонсор. И я очень этому рад, Джабель, Квантум. Добро пожаловать в сезон Весна 2021. А на этом, дамы и господа, мы будем уже потихонечку подходить к самому главному блюду. К этому нереальному ПВП. За несколько лет это по-настоящему превратилось в Эль-Классику. Гамбиты против Юолов. И мы уже посмотрели на предикшены. Но вот теперь я вам предлагаю все-таки в первую очередь задуматься. Если есть шансы какие-то у команды Гамбит, то, возможно, это именно благодаря флате. Возможно, это благодаря каким-то шотколам от товарища стажера. Но Юолы, не настолько ли сильно они просили Айкей, как ты думаешь, с приходом нового ботлейна? Потому что многие говорили, что потеря гаджета — это большой удар. Я, безусловно, согласен с многими. Потому что потеря гаджета на данный момент, ну, она скажется на команде. Не сказать, что Юол будут играть так же, как они привыкли. Им нужно все равно перестраиваться. Потому что новый игрок — это новый игрок. Понятно, что на позиции Адекери замена не так страшна, как, допустим, менять лесника. Но в любом случае нужно перейти на английскую коммуникацию. Игорь Раткевич Тейр говорил уже, что много, на самом деле, когда переходишь в другой режим работы на другом языке, много проблем возникает у команды. Это все равно тяжело говорить на другом языке, как бы ты хорошо на нем ни говорил. И мы сейчас как раз-таки можем увидеть, как Юолы подготовились к этой серии. Будут ли у них какие-то проблемы с коммуникацией или не будет. Но мне кажется, что у ребят должно быть все хорошо. С ними работают профессионалы, хороший тренер. И посмотрим, посмотрим, Павел. Ванда, там же есть помимо Фрапи еще и замена у команды Unicorns of Fluff. А это не кто-то, а очень опытный игрок, который уже достаточно давно в континентальной лиге находился. И какое-то время назад он ушел со сцены для того, чтобы доучиться. Настаиваете, Павел, что товарищ Лодик обидится на то, что больше не играет за Гамбит, и пойдет и уничтожит их со скамейки запасных? Нет, конечно же. Мало вероятно. Но я думаю, что Гамбит вполне мог быть немного обижен, то, что им не дали спонсорство Монако, вот именно лоу-состава. Поэтому сегодня у них и у Лодика, и у самого состава у них будет рвать и метать захотеть. Скорее вопрос в том, для чего конкретно эту замену в Unicorns of Fluff брали. Для того, чтобы был план Б? Я думаю, скорее всего, для того, что сейчас все-таки карантин, и, насколько я знаю, молодой человек не здесь сейчас, поэтому в теории, если какие-то проблемы, всегда можно, может, Танислав прийти, поиграть за них и так далее. То есть там тренировки какие-то, скримы, кто-то заболел. Всегда почему не иметь запасной какой-то вариант, если квартет твой уже знает друг друга, плюс-минус, от них не убудет. Если вспоминать, например, состав команды Гамбит, когда у них на Миду сразу два игрока тоже было в пуле, и они могли их как колоду тасовать, как думаешь, не будет ли таких же сложностей у команд других при подготовке к Юолам, если учесть, что у них есть сразу два АДК? Нет. Ну, АДшник просто понимает, что такая роль, что там все играют плюс-минус на одном и том же. Если у тебя не брать... Фред, кстати, на Древене у нас много играет, ну, то есть если не брать вот этих каких-то Древен Ван Трик, то, словом говоря, то они играют плюс-минус на одном и том же всю жизнь. То есть АДК, именно топовые, они 5-6 персонажей в пуле максимум, всё, нам хватит. Поэтому именно с игровой точки зрения, я не думаю, что какие-то катастрофические изменения там будут из-за того, что они будут меняться. Ну, Unicorn of Love, как всегда, впрочем, всё-таки единоличные фавориты и перетягивают на себя очень много внимания. Именно поэтому мы так о них много и говорим. Но Gambita тоже всё-таки это стабильный пока что топ-2 нашего региона, которые продолжают бороться, как Вандер сегодня говорил, и биться в эту стену пока безуспешно. Однако у них всё-таки сейчас происходят вот такие вот такие перестановки. И как говорил тот же самый саппорт этого состава, он в первую очередь оценивал перспективу. То есть что в конечном итоге, когда стажёр уже наберёт свою механическую форму, тогда их состав будет выглядеть сильнее. Ну а теперь, ребята, без лишних слов, давайте переходить к драфту. И первая игра этого сезона начинается уже очень и очень скоро. Итак, первые баны сразу же давайте посмотрим. И тут, конечно же, новые персонажи у нас сразу появляются. Вандер, так ли ты хорошо знаком вот с новым саппортом, который забанили ребят из Йоу? Ирэлла очень сильная. В азиатских лигах очень любят. Ну и вообще, то есть она... Сейчас многие налогчились на ней играть, потому что она очень много делает. То есть всё время килл-прешер у тебя на линии, она идеально сетапит. Ты пикаешь под неё всех этих Ориан, Викторов, вот это вот всё дичь. То есть она сейчас идеально с тебя заходит, хорошо чувствует, поэтому вообще править ничего не имеет. Притом, когда она только вышла, многие оценивали её как слабого саппорта, который вряд ли попадёт в мету. Я очень много смотрел обзоров, и все говорили, что это и правда достаточно слабый персонаж, ей нужен ребаланс. От ребаланса ли получается, Ванда? Павел, мнение киберспортсменов в первую секунду лучше не слушать. Лучше подождать. С другой стороны, вот главное мнение киберспортсменов, которое мы слышали за последние несколько, наверное, недель, это то, что Удир топ-1 лесник. Окей, согласен ли ты с этим? И у нас, собственно, как раз ферст пик от Unicorns of Love — это Удир. Я согласен с тем, что Удир сейчас очень сильный, я сам люблю на нём поиграть, и в соло-ку он просто уничтожает. И для меня, если честно, очень странная ситуация возникает сейчас, когда на драфте для Ананасика оставляют этого чемпиона. Ананасик сам очень сильный лесник, у Удира не такая сложная механика, и мне кажется, для Ананаса эта игра просто то, чего он хотел от первой своей игры. Он не будет сильно отвлекаться на какие-то механические действия, и он будет делать просто простые вещи, думать о том, что нужно сделать на карте больше. В синергии с Сантосом, да, у них очень хорошая синергия, они будут роумить на мид, я думаю. И для Номанза, ну, на самом деле, это очень хорошо, такой сильный лесник, вряд ли найдется, чем его контрпикнуть сейчас. Возможно, какой-то Скарнер, конечно, появится от стажера, мы посмотрим, да. Но у Гамбитов тоже не сказать, что сейчас слабая такая ситуация. Там есть и Кайса, да, и Камила, два очень сильных таких чемпиона, которые могут проблем доставить команде Unicorns of Love. Офелий появляется давно, мы этого парня не видели, по крайней мере, в континентальной лиге. Что сказать по другим лигам, Вандер? Какая сейчас вот мета на Бутлейне? Какая мета на Бутлейне? Ну, пока Самира не понерфили, будем смотреть. Странно, что Самира не взяли, то есть, ну, всякий Самир, Шайк, Айс, ну, Самир сейчас понерфит, следующим патчем, поэтому ее мы вряд ли увидим в ближайшие пару месяцев. Но, понимаешь, АТшники, то есть, многое от приоритетов зависит. Кто-то может на Калисте играть, кто-то на Калисте не хочет играть, кто-то будет на Афелиос. Афелиос норм. То есть, персонаж, он дает им как раз лейтгейм, потому что у Дир персонажа не тот, который нормально скейлится, то есть, он на девятом уровне больше, чем... Больше урона, чем на девятом уровне, он сам наносить не будет в этой игре, поэтому как раз такой лейтгейм персонаж для них необходим, если вдруг эта катка затянется. Ну и в первую очередь мы, опять же, делаем акцент на то, что это персонаж для Фраппи, и очень, конечно, много внимания будет приковано сейчас этому легионеру французскому, молодой 19-летний игрок. И тем временем у нас продолжается вторая стадия банов, и обратите внимание на баны от команды Гамбит, и я помню несколько комментариев по поводу босса и его чемпион пула, что у него достаточно мало персонажей, на которых он чувствует себя уверенно, и тут сразу несколько из них попадают в баны. Это Рейник, Игна. Айкей, что скажешь по этому поводу? Я думаю, что могу немножечко инсайдов слить. Я хорошо общаюсь с вторым тренером Unicorns of Love, Дмитрием Инве Протасовым, и я ни разу от него не слышал, когда мы говорили с ним о команде UOL, что у босса есть какие-то проблемы в исполнении каких-то чемпионов. То есть UOL просто берут тех чемпионов, которые они нужны, но это не значит, что у босса маленький пул этих чемпионов. Он вполне спокоен выкатить и другого чемпиона, допустим, у него есть и магики, насколько я знаю, и танки, и брузеры. Очень опасная такая ошибка, думать, что босс не может их исполнить и дизреспектить это. Ну, пока что мы видим, что, в свою очередь, UOL как раз очень сильно таргетированно бьют также и по мидеру команды Гамбит. У него есть два любимых персонажа, которые на протяжении прошлого сплита очень часто показывал это Тефа, Акали, и оба сейчас в бане от UOL. Что конкретно рассчитывают Гамбиты, Вандер, как ты думаешь, для своего мидера взять? Так как его, видимо, оставляют на вас. Гамбиты? Да. Ну, Гамбиты сильно прям в контрпик, тем особо нечем. То есть они могут и Галю у кого-то взять, потому что Камилу у них уже есть. Немного будет слишком переборная магическая урона. У Сиджакс появляется как раз инстаконтрпик сейчас во многих лигах для Камилы. Ну, то есть вряд ли Флати будет играть на каком-то супер прям в контрпике. То есть Галю открыт, Галю обметь, почему нет? Может Люцин, конечно, какого-то взять, но это уже сложнее в исполнении. Азир от Номанза. И вот это противостояние тоже достаточно большой акцент мы на нем делаем. Номанз против Флати на центральной линии, и Азир будет противостоять. Азиру будет противостоять, видимо, у Касадин. Мы забыли об этом персонаже. Байтит, наверное. Подожди. Байтит? Как ты думаешь, Азир? Мне кажется, Гамбитам сейчас нужен какой-то контроль маг, который сможет какие-то волны миньонов как-то отпушивать в случае, если у них что-то пойдет не так. Потому что пока что Брать Ассасина выглядит, да, вот появляется Райс у нас как раз таки то, что нужно Гамбитам. Мне кажется, это правильный выбор. Ну что ж, оценивая уже сетапы команд, кому вы отдаёте своё предпочтение? Айкей? Я бы поставил в этом матче на Юол, потому что мне кажется, что состав у них более сыгранный. И всё-таки стажёр, да, умный, хороший игрок. Но сначала интересно посмотреть, как он себя покажет в этом матче, а уже потом как-то и предикшены на него давать. Поэтому пока что на Юол, а там посмотрим. Ван Дорчи, тебе пик нравится больше? У Юол больше вариантов. То есть у них Аудир может подчизить, там, лв2, лв3, мид. Мы знаем, что Райс не самый персонаж сильный в эрли-гейме. То есть, ну, если Джакс не умрёт, там, раз, два, то, условно говоря, седьмой-осьмой минуты, мало верится, честно говоря, что стаб Гамбит, именно вот эти 1-3-1 здесь дойдёт. Ну что ж, посмотрим. У Гамбитов всё-таки достаточно много было опасений. И в том числе и Лексус, да, в своём интервью рассказывал, что да, поначалу нам будет тяжело после ухода Даймонда и возвращения обратно стажёра. Но это их работа на перспективу, на то, чтобы добиться результата в конечном итоге по итогам всего сезона. И на самом деле это тоже логично, потому что тот же Номанс, когда мы были на чемпионате мира, рассказывал о том, что он подвыгорел немножечко под концовку. Слишком много они тренировались, уже достаточно сильно устали друг от друга, потому что всё это время не находились на буткемпе. И у них, к сожалению, всё ещё продолжаются проблемы в связи с коронавирусом, что они не могут собраться на буткемпе все вместе со своим главным тренером. Однако в четвёрке они уже играют вместе. И может ли это как раз стать подспорьем для Юолов, чтобы всё-таки в этом матче тоже победить? Или всё-таки огромный есть гэп между Юолами и Гамбитами? Айкей, как ты думаешь? Я думаю, между Юолами и Гамбитами есть ещё небольшая разница, потому что Гамбиты поменяли Лесника. Менять Лесника намного сложнее, чем менять АДшника всё равно. И глядя вообще на эту игру, да, Паш, вот на драфты, да, вот мы имеем два драфта. У одной команды в Лесу Удир, на топе Джакс, там на миде у них стоит Азир. По сути, этому драфту нужно просто скейлиться. Это хорошее такое подспорье на первую игру, Юникорны не хотят рисковать в этой игре. А у Гамбитов, наоборот, Нидали, да, вот Нидали нужно очень хорошо реализовывать, чтобы она была полезной. На Нидали нужно постоянно инвейдить лес, нужно как-то агрессивно на ней играть. Если она не получит раннего преимущества, не задавит как-то Удира, Удир будет намного полезнее, чем она. И за счёт этого Юникорны могут просто их продавить уже в мидгейме. Но, наоборот, если в начале игры всё хорошо пойдёт у Гамбитов, то Юникорнам, наоборот, будет сложнее камбэкать из-за того, что у них очень много скейла, да, вот этот Офелий на боте. И, ну, будет очень тяжело, да, в мидгейме как-то игру застолить. Я думаю, что нужно просто немножечко поиграть, и там посмотрим. Ну что ж, в любом случае нам не стоит затягивать. Ребят, первая игра сезона «Континентальная лига». Я в предвкушении Гамбит против Юникорнсу Флафа Эль Классика Континентальной лиги. И мы готовы передавать слово нашим коллегам-комментаторам. А это, между прочим, вами давно любимые и известные. Это Зачок и Флэшнзнайд. Звук. Ваше преимущество. Игровые гарнитуры JBL Quantum. Здравствуйте, дамы и господа, и мы рады приветствовать вас на трансляции LCL. 2021 год будет точно лучше, чем 20-й. Полгода мы ждали, и, наконец-то, возвращается наша любимая катинентальная лига. Эль Классика. Юл против Гамбит и Спортс. Сегодня на ваших экранах ровно в 16. 16 по московскому времени уже. И к нам скоро присоединится уже Дмитрий Зак, которого я очень буду, конечно же, рад слышать. Сантос и Фраппи сразу против Лексиса и Шаганари дерутся на левел 1. Алистар и Трэшин очень интересный матчап чемпионов поддержки. Как раз то тут, возможно, гораздо больше будет зависеть от матчапа АДшников. Как раз потому, что Фраппи играет на афире, Шаганари играет на своей любимой кайсе. Юрий, привет! Привет, зрители! Внезапно врываюсь прямо в трансляцию. Готов вместе с тобой, Юрий, комментировать. Наконец-то, наконец-то, Юрий, мы с тобой вместе наш дуэт возвращается. И будем бомбить, мочить в этом сезоне. Дмитрий, наш дуэт в Doom возвращается. Да, интересный пик на топ. Мне нравится, что у босса появляются новые герои. Вот такие там с Инви инсайда выведал. Но Инви, конечно, всегда может интересные вещи рассказать. Посмотрим, как это в действительности будет работать. Появляется новый пик Джакс еще и в сложной матчап против Камилы, которая не играет со скачком. В последнее время все Камилы агрессивные переходят у нас на телепорт воспламенения. И Джаксу нужно быть поаккуратней против такой Камилы. Особенно, когда в связке с Нидали внезапно у нас пауза была на 0,5 секунд. За 0,5 секунд можно ли исправить все проблемы, Юрий, которые у вас будет? Буквально пару секунд. Я думаю, что особо нельзя исправить проблемы. Но я видел, как Анатолий Шабанов находится сзади своей команды, поддерживает вместе со своей камерой. Это СММ команды «Юхользовлав». Естественно, творит какой-то контент, снимает. Но у нас речь не об этом. Потому что речь о том, что Аранас заходит на верхнюю линию, ставят статэмы, стажер пытается выйти со скачка. Аранас. Неужели первое убийство Аранаса будет именно на стажере? Возвращение легендарного Листяка пока что не очень удачное. 0,1 Нидали. И бобёр Грязёд, Дмитрий. Удир ворвался в мету очень жёстко. Кто бы мог подумать, что пару лет назад, что именно этот чемпион будет настолько жёстким. И в одиночной очереди, и на Росцене. Ну, ему в один момент Райта решили прикрутить там то ли 80 дэмэджа базового на Феникса. И внезапно, когда ты прикручиваешь так много базового урона, герой возвращается в игру. При том, что он уже точно будет реворд. За него проголосовал весь мир по большей степени. И ждём переработки этого героя. А насчёт стажера непонятно, почему он не докачался. То есть, знаешь, вот Номанс когда тренировался в этом плане, докачивая своего героя, то стажёр почему-то не пошёл на големов, не получил дабл-4, а решил поищекнуть трибуш, в котором уже находился ананасик. Слушай, Дим, внезапно возвращение стажёра как бы так себе получилось. А ещё внезапно, на первые три минуты, во всяком случае, да? Не самое ожидаемое. Но прикрутили 800 урона на Феникса, да? И внезапно удел на Фениксе стал клирить джангл быстрее даже, чем старый Олаф ещё до нерфа. Потому что это, конечно, было удивительно. Передуэли такого чемпиона в лесу достаточно трудно. Но всё так по скорости. Именно поэтому полюбился он так игрокам в одиночной очереди. Именно, возможно, в том числе. И поэтому мы увидели нерф леса как раз у предыдущего патча. Вот, но пока здесь... И Феникса в этом патче тоже, знаешь, как ему бафнули там патча два назад, а в этом патче там 25 базового урона срезали. Но всё равно он очень сильный, потому что есть связка предметов. Очень хорошая здесь Сантос у нас уже гуляет по карте. Так вот, Химдоспех, который удешевили на 400 золота, а очень любит его собирать у Дир. Плюс дальше ты собираешь доспех Мертвеца, который тебя ускоряет. Плюс даёт ещё 5% скорости передвижения. Потом ты собираешь новый предмет на сопротивление магии, который ещё 5% скорости передвижения даёт. И в итоге ты получаешься защищён от всего. Огромный хп-пул, и при этом ты очень быстрый. И когда я увидел драфт, увидел, что Олаф Бани и Удира взяли, я такой подумал, стажёр, пожалуйста, только не Нидали. Вот не хотел в первом же матче увидеть Нидали от стажёра, и она появляется в Удира. И в Европе Нидали были слабенькие. И вот я боюсь, что стажёру сложно будет раскрыться, особенно в первой карте, ещё и против Юникорнов, да ещё и на Нидали. Трудности матча, Падим, как ты думаешь, или почему? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Я думаю, что просто Нидали сложный герой, её сложно исполнить. И несмотря на то, что её как-то в начале Лека начали брать, потом перестали полностью, я думаю, что исполнить этого героя в проматче, особенно против очень сильных коррективов, практически невозможно. Когда против тебя Удюр, который бегает и ваншотает миньонов в лесу, быстро получает свои предметы, бегает, танкует, а ты Нидали, который вроде бы и не дамажит, вроде бы и лунный камень можно собрать и превратиться в саппорта, и при этом и в пауэрфарм ты такой себе, получается, ну отстаёшь, либо наравне идёшь с Удиром. Да, то есть Нидали абсолютно в адеквате в плане скорости фарма, просто там Удир, вот что проблема, а Нидали как раз приоритизирует тех чемпионов из своих оппонентов, кто как раз помедленнее фармит, чтобы зайти, наоборот, потыкать, кинуть копьё, получить какую-то разведку, информацию, может быть что-то разыграть. Против Удира достаточно трудно это делать, плюс мы знаем, что профессиональные команды раскрываются в течение сплита, да, мои господа, конечно, поэтому герои посложнее, возможно, лучше ближе к отцу сплита, чем в начале, но, может быть, это всё лишь бутафория, и мы с Димой вряд ли что-то понимаем, а на самом деле сейчас габбит нам покажут, как играть за Нидали, и вот идёт копьё по Нумодзу, Нумодз уже использует свой ультиматум, после тает, отлично, по-двоим, и забирает стажёра сразу, никого с мать, а в дракона нет, чтобы установить хп, Дримпул пытается дать хикстэк ультиматум, чтобы раскрыться, и это уже даблкил для консиганеров заходит в спину, здесь Шаганари может получать очень много ресурсов, в зависимости от того, убьют ли Джакс или нет, а ответ на этот вопрос однозначно да, 3-1 размер в сторону гамбит Е-спортс, хороший килл был по стажёру, после чего, ботлайн команда гамбитов, здорово развернулся с нижнего сайда, 2-0-1 кайса, это отличное подспорье для как раз-таки команды Красной Звезды, потому что пока фармит Флати, пока фармит Шаганари, влейт оба чемпиона, проходит великолепно, и Кошка-02 всегда, Дим, как ты правильно сказал, может даже роль саппорта взять, несмотря на то, что казалось бы электрокьют, да, это есть такой, знаешь, план Б, может быть даже план С, если всё у тебя плохо, а у команды всё хорошо, а пока Шаганари получил 2 убийства, и 2 содействия получил, получил именно Дримпулька, можно просто уйти в лунный камень, посох водного потока, и быть саппортом, хилить свою команду, поднимать ей скорость передвижения, Ананасик опять хочет взять этого дракона, очень такой опасный момент, но скорее всего получится, так вот, насчёт драки, драка могла получиться идеальная для команды Гамбит, если бы Дримпулька сразу нажал свой кикстейковый ультиматум, но перед этим, Номад зафейлил Кабул, зафейлил свой дрифт, и он не долетел, а солдата отправил, из-за чего всё стало очень плохо, он мог выкинуть сразу двоих своим ультом, и всё, это было бы 100% победой для уникордов, но Номад зафейлил, потом Дримпулька зафейлил, но из-за того, что Шаганари с Лексусом выиграли свой бот, они первые подошли и залутали так много, поэтому Гамбиты сейчас в игру полностью возвращаются, понятно, что стажёру проблемы, но на проблемы стажёра уже всё равно становится как минимум Шаганари и Дримпульки. Знаешь, Гим, трудно говорить о том, что они прям выиграли свой бот, потому что ты как-то абсолютно, мне кажется, очень взял, они оказались впервые по позиции, наверное, ты это имел в виду, да, вот в конкретном моменте? Там трейд был, они дрались 2 на 2, и при этом протолкнули линию, и Фраппи такой, ну, я уже не могу подойти, Я Шаганари такой, а я могу. Чуть проще, возможно, Алистару ходит, чем трэшу, также в драку, и посмотрим, что он не будет, потому что пока протисление 3 на 3, это достаточно дефолтная история, но пока еще мы видим, что АДшники не свапаются, то есть они стоят ближе к боту, а вот Шаганари уже смещается, будет ли это форс Герольда, или сейчас Шига вернется на бот? Шига ждет, он ждет какого-то кола, когда что-то ему скажут, но он постоял в пиксельбуше в ботсайде, решил вернуться на нижнюю линию и фармить, а вот Фраппи как раз-таки идет в топ-лейн потихоньку у нас, через три буш, мы видим, что он отправляется туда, но Шаганари либо будет позже, но пока никто не стартует Герольда, поэтому Шаганари никуда не опаздывает, он может идти, хотя гамбиты уже стартуют очень реактивно этого Герольда, а здесь не будет Шаганари очень долго, поэтому придется его отдавать, скорее всего, либо жертвовать кем-то, но еще где-то и смотришь. Вот в этом и дело, в этом и дело, видишь, Фраппи просто стоял на боте, то есть он никаких там сверхусилей не предпринимал, толкал крипов, в этот момент Шаганари хотел сместиться на Герольда, стоял около Краба, Краба как раз самого не было, поэтому Шаган немножко даже времени потерял, после чего пришлось возвращаться на бот, то есть мне кажется, возможно, даже, ну, гамбиты ошиблись здесь, в плане макро-ротации, потому что не стоит быть профессором высшей математики, чтобы понять, что 5 больше, чем 4, в плане количества игроков. Это правда. Тут Шаганари нужно было решить, что мы делаем, что он делает, бросать крипов на нижней линии и смещаться к команде, забирать Герольда, оставаться на топе и с Герольдом пушить вышку, например, либо сказать, что, ребята, я не приду, не начинайте Герольда, просто, если что, выиграете время, а я попытаюсь успеть к вам. Но в итоге, ни то, ни то не получилось, потому что Шаганари там по крипам потихонечку отыгрывается. Ты говорил о том, Дим, что 2 ассиста есть у Дриппула, это хорошо для лейтгейма, прекрасный подспорь для габитов, плюс еще Шаганари есть 2-0-1. Не стоит забывать о том, что и Флати 1-0-1 при всем при этом, то есть дополнительное золото получил, Райс, дом золото в старте игры очень сильно любит, потому что Райс у нас раскрывается в поздней стадии игры. Все так же замечательно, хорошо скейлится, отмана предметов, все у него здорово, поэтому ждем и хорошая игра от Флати, соответственно, ждем пользы, которая он пронесет своим райзом, потому что один из ярких моментов одного из годов LCL был, когда как раз он вместе с Кинзу смог оформить красивый трипл килл. Это было с Райзом и кем? Ты не помнишь, с Кинзу, наверное, который у нас Джинкс? Ты про это? Да, Джинкс, Джинкс, да, я про чемпионы имел в виду, да, с Кинзу это я уже сказал, да, Джинкс был, действительно, когда был здоровский момент, он многим запомнился и Флати снова на Райзе, 1-0-1, почти готовый предмет есть, скоро мифик будет дофармливать, естественно, капли вначале. У меня такое ощущение, что я сейчас потерял несколько IQ за обувь юникорнов, то есть они, во-первых, впустили Герольда на нижнюю линию, хотели забрать первую крюль вышки, при этом можно было продамажить центральную, это, типа, самое важное у нас в прост-центе для того, чтобы открыть карту и заходить в вражеский лес. И не просто, не тоже? И не, ну, в Сулуку, понятно, там Герольд в основном, знаешь, как бы, где самый слабый, туда Герольд опускается, поэтому там выбора особого нет. То есть в моем Сулуку враги мне, почему на линию иди пускай? В моем Сулуку, Юрий, иногда Герольд остается валяться на реке, и его краб подбирает, и выпускает, и динает золото. Так вот, и мало того, что они хотели вышку на боте взять, туда Нома сместился, и из-за этого потерял там две пачки крипов. Зачем? Потому что он был там абсолютно не нужен. Две пачки раз? Две пачки, полтора минуты он смещался. Ну, если так, то тогда вряд ли это удачно. Я просто немного пропустил этот момент, сколько бы тебя конкретно. Есть Инфернал у Йолов, не стоит об этом забывать, потому что Горный Дракон спалит через 33 секунды. Возможно, Юникорны захотят этого Гордого Дракона также забирать. Посмотрим на состояние линий. Телепорты откатились практически у двух игроков в верхней линии, и, соответственно, они оба будут готовы драться. Видим уже купленный мифик у Дримпули, и хватит ли золота на свой мифику босса? Сейчас глянем. Но у него не мифик, у него будет плита паршего короля. То есть у нас есть еще некоторые герои в игре, которые предпочитают предметом не мифики собирать? Да. Твоя правда, Дим. Босс покупает все-таки предмет себе полный. Несмотря на то, что ты не мифик, но тоже не лыком шит этот предмет. Подходит Алистар, инсценирует сразу по Сантосу вместе с Шаганари инстантное изнурение, и коробка. Лексус танкует, но здесь подходят еще двое, поэтому вынуждены прожимать скачок Саши Лефашин, и тут врывается снова он по ананасу, ананас выфлешиваться не успевает. Это грубая ошибка от него, на мой взгляд, но так же погибает Шаганари. Босс летает с контрудара, успевает его углушить. Количество ошибок, которые совершает Игна Киди, на мой взгляд, достаточно большое. Сначала он нас, потом... По-моему, Шига дал флешал после уже стана босса, если не ошибаюсь. А если это так, то это очень плохо. Ой-ой-ой, сейчас засмотрим этот момент, потому что он такой щепетильный, знаешь, тут сейчас любая команда может выиграть. Дриппуки все еще есть ультимейт, но хп нет, тп нет, поэтому, скорее всего, дракона юникорны законтестят. Уже у Дирс базы бежит, неспоятно, что стажер Краба законтестил, но этого дракона они уже отдают 100%. Да, Иолы забирают второго дракона, вот такие дела, дамы и господа, Иолы, казалось бы, проиграли предыдущую драку, но сейчас смогли разыграть по Шаганаре, это был игрок, представляющий основную опасность у гамбитов на данный момент, во всяком случае, ситуации с отсутствием мифи предмета у Флатти, вследствие чего разыграть по нему, забрать его и зафорсить объект, это лучшее, что могли сделать ребята из единорогов. Номанс немножко поинициировал по Флатти, у того есть фазовый рывок, мне кажется, что даже если инициация была более удачной, Флатти бы с этим справился, босс пока что гуляет, ему конечно тоже нужно фармить, возвращаться на верхнюю линию, потому что тримпул десятый, но я думаю, что с наличием двух драконов у Иолов все более-менее нормально. Насчет ошибок на нижней линии, ой, как раз тримплей показывает, во-первых, влет от Шаганаре с Лексусом был неплохой, они здесь неплохо помяли Сантоса, но меня больше заинтересовал, почему Аданасик не нажал свой скачок, хотя видно, что он здесь встрял, здесь янистарр рядом. Ну смотри, Ашига, почему не нажал скачок, смотри, Ашига. Ашига здесь идеальный был, идеальный был лунный дозор от Афея. А, нет, он нажал все правильно, слушай, он нажал все правильно, просто, да, там лунный дозор был. Да, там подкорректировал босс скачком своим, но вообще изначально, когда этот лунный дозор прилетел, и вот это замедление на тебя падает с гравипушки, нужно было Ашига Дари как сразу нажимать скачок, еще и не вниз, а к своей команде, чтобы если бы прыгал Джакс, то он прыгал 1 в 5, и тогда как минимум они могли бы разменять Кайсу на Джакса, в итоге он не нажал скачок, попал в рут, после чего он нажал скачок от встречного удара, но у босса он тоже был, поэтому уйти... Стажер ворует синее усиление, Демиса, я ошибаюсь, сейчас тут же разыгрывает по боссу, правда копье промахивается, получает по лицу, на пол хп, после чего Ашига Дари подходит, тут же издает ультимейт, контрудара нет, в связи чего босс погибает, и гамбит разыгрывает, однако контур-разыгровка еще и на средней линии, у Ананаса немного хп, Камилу ультит Номадзе, но сможет ли Фраппи с Сантосом спасти льва? Нет, пока не получается, и также разыгровка по Ананасу, сразу два убийства на средней линии, в ответ только на материю флати, который выжил из этого ганга по себе, на центральной линии абсолютно все, гамбиты делают убийство, несмотря на это, это не особо пока влияет по золоту, здесь стажер неплохо сыграл, синее усиление своровал, разозлил оппонентов, зафорсил хаос, и хорошо разыграли и у блюбафа, и на медиа. И босс встрял примерно как стажер, когда вот Сайлос только вышел, и Сайлос был в танке, и Анхоли взял, Нонхоли взял Сайлоса на топ, и решил прогуляться стажер, посмотреть, что там на крабе, а на крабе оказался лесник и топпер, его закрыли и убили, примерно то же самое здесь сейчас сделал босс, инфа о том, что Нидали была на реке есть, она только что украла копьем блю, и ты все равно идешь посмотреть, и при этом у тебя нету в паке варда, чтобы, например, варджамкнуть наверх и выйти, а ты прыгаешь зачем-то в Нидали, и в итоге это очень хорошее убийство было от стажера, потому что оно было возле Герольда, это героль стопроцентный, но до центральной линии она здесь тоже, с двух скачков, Атанасик с Номанзом, пытались убить этого флоте, но неподалеку находился Дриппулька, который очень грамотно наказал Номанза, за хикстековый ультиматум есть и воспламенение, а здесь у нас потенциальный и готовился дайв от Юникорна. Да, ну подошел стажер, и не так все просто, стажер собирает жнец Дмитрий, что скажешь? Это боевой, это боевая у нас Нидали, то есть у нас были Нидали через лунный камень саппорты, стажер признавать не хочет, и саппортит тоже, а вот Номанза здесь можно и закрыть. Да, и сможешь ли это сделать, ребята из гамбитов, да, спокойно делают, комбай идет по Номанзу, откидывает он Алистара, после чего Флати сразу урывается своей клеткой, успевает дать волшебный поток, и забирая спокойно Номанза, у Номанза уже три смерти, это достаточно много для 18 минуты, вот Номанз там потирает место, где растет борода. Но пока его Азир вообще не впечатляет, честно говоря, такой очень странный пик, он никогда у него не был каким-то мейн героем, но вот сейчас мы видим, что и не зря, пока так себе. Маска интересный выбор у Флати, Жнец мне нравится, оу, Герольда не поддефили, немножко гамбиты, из-за чего он не смог ударить и забрать вышку, очень нужную центральную линию для команды гамбит, потому что они неплохо темпят и неплохо файтят, но Герольда, прям юникорны вложились и забрали его очень легко. Насчет Жнеца, Жнец это такой предмет для ассасинов в основном, на Нидали тоже собирается, обычно, когда Нидали стомпит, когда Нидали прямо по карте двигается и всех убивает, но, как мы видим, стажер останавливается, не собирается, ни в коем случае он не затилтил, не ушел в АФК фарму, постоянно двигается, там, вцепил Джакса, вышел на Дайв Номанза, пока эти копии будут больно пробивать, особенно таргеты, пока все, да, кроме Удира. С Удира понятно, что его уже не пробили. Не стоит забывать, что у Йолов-то у самих как бы четыре убийства, то есть они сейчас пока что идут не в темпе, к сожалению, да, и поэтому Нидали, даже, возможно, отставая по темпу сама, ну, только лишь на чуть-чуть, тоже может наносить колоссальный урон пока что, вот, поэтому выбор оправданный, все с этим в порядке, но вот смотри, Йолы завладевают виженом, да, поставили тотем обычный, свипера уже нет, у Лексуса ставит тотем контрольный, и будет ли какой-то еще вижен у Дракона ред, потому что Гамбита сейчас обладает силой просто войти клинчу в Дракона и по 25 на 5. А сейчас они отдали центральную линию, и в фрапе прям, и Номас подходит в вышку, очень сильно пробивают, нужно вернуться сейчас Гамбитом, чтобы защитить центральную вышку, сейчас ее терять ни в коем случае нельзя, несмотря на то, что Флати Бот протолкал, но он по вышке дамажить не собирается, поэтому сейчас нужно сгруппироваться, просто 5 мэн, и подраться, а Кайса, как мы видим, опаздывает. Лексус не дает команде Иула взойти, Кайса находится чуть сзади, убивают Гамбиты Дракона, и Лексус сразу входит, оглушает ближайшего Арнаса, но после этого отходит, вылетают, зачем-то ребята из Гамбитов, ой-ой, а Стажер не успел что ли? Что произошло? Был, возможно, колл на выход от Флати, но не успел Стажер. Я думаю, что Стажер не понял немножко этого мува, это такой был, знаешь, такой крутой якобы мув, мы с искривления пространства выходим, при том, что никто вас не закрывал, и вам не обязательно было этим плеем оттуда выходить, теперь это Тажер не был барон. Можно было пешком, мне кажется, они просто выйти, да, и поэтому я не понял, зачем, я думал, знаешь что, я думал, ульт дается на то, что Малистор влетел, один, а тут как бы ульт оказывается давался на выход, и это и статный барон, 4000 АП играют по Сантосу, но здесь колл доделать барон, и скорее всего доделают, ну и как же так, Дим? Ой, хочется плакать, дамы и господа, ну как Гамбиты это сделали только что, ну что это такое? Юрий, нет объяснения, реплей можно посмотреть еще раз скекнуть с этого момента, но явно стажер думал, что мы немножко еще по чезим, мы еще немножко поиграем, либо просто будем разворачивать, но это обычный момент, знаешь, когда ты хочешь заплеить, ты хочешь сделать еще что-то, сверху, а команда, кто-то в команде такой, знаешь, я знаю лучший, вот нам точно нужно прямо сейчас выйти, и если ты... Посмотри на Леолов, Дим, они боятся, они сами отходят. Я не понял вообще этого прикола, какая-то интересная ульта, просто на ровном месте, ну ладно, и она очень далеко была, то есть они были не сгруппированы, они вот как бы тройка, они дали в одной стороне, Шиконари в другой, почему еще Шиконари от команды отделился, почему он остался, почему он обходил, почему он потом трапал в этом кусте, непонятно, почему он просто не присоединился и стенка на стенку с инициацией листата, которую он сделал по Сантосу, можно было вообще спокойно сыграть, нажать просто всем по одной кнопке, взять Сантос, но не бывает, барон по золоту, все равно у нас ровность, юникорны, думаю, пока ни о каких, в два вышках речи не идет, они прожмут, скорее всего, центральную Т1, но на этом будет все, а за этого барона они сами потеряли Т1. Я думаю, да, они прожмут центральную Т1, а ввиду того, что на боте Т1 уже отсутствует, больше как бы жать будет нечего, то есть идти на топ, но там даже в сплитпуше один герой с баронбафом долго будет пробивать вышку против другого такого же героя, потому что заходить под вышку, ну даже к умню Джаксу, например, опасно, потому что Камилу насчет его тут же трейдить, ему нужно отвечать, а отвечать под вышкой пока нельзя. Так, Ана-Насик здесь стрял, но дриппулькой его закрывать не хочет, потому что видел, что Домас подходит. Появляется у нас Сина Природы, новый предмет, который, когда вас еще атакуют, стакает вам магическое сопротивление, и еще сверху накидывает скорость передвижения. Именно этот предмет выбрал Ана-Насик, хотя обычно больше армор спрят, но, наверное, да, понятно, здесь Нидали, Райс, еще чуть-чуть Кайса дамажит магическим уроном. Решил сначала этот предмет собрать, а потом уже доспех мертвеца. Этот удер уже танковый, и пока Кайса вот с этими двумя предметами дамажит много. Прекрасный предмет Кракен, который сейчас обутится, с каждой третьей автоатаки чистого урона накидывает, почти сотку, уже сейчас. Спасибо. Там по штанам вроде у Ана-Наса можно было понять, что он собирает. А штаны и там, и там. Штаны и в доспехе, и в силе. Природа, но здесь потенциально какой-то файт будет, Лексус на ульте, пошел вперед. Да, и трэш танкует, смотри, стоит под рожей земли, но после этого выходит Лексус, а вот стажер уже никуда не выходит, Дим, в очередной раз, и по Шаганаре идет Ана-Наса врыв, пытается спасти ситуацию Лексус. Выфлешивает Шаганаре, пытается разыграть, нажимает на шишку, Дримпул будет играть по боссу Ана-Наса, но сверху уже забирают Райза. Как же его вцепили, этот момент я пропустил, и Йолы идут пушить в верхнюю линию Димы. Я боюсь, что здесь только одной Т1 на миде ситуация не ограничится. Да, внезапно они решили пофорсить против Барона какой-то тимфайт, причем опять они были не сгруппированы, то есть стажер опять заходит зачем-то с фланга, опять нету Шаганаре на месте, Лексус, при том, что файт был выигрышный, а они могли убить и у Дира, и Джакса, Лексус зачем-то выфлэшил. Шаганаре зачем-то убежал, когда уже осталось просто по одной автоатаке сделать, и он бы просто кассу собрал, ибо у него уже есть сборщик долгов, который экзекьютит, просто убивает героя, когда у него стоится меньше 5%, а там процентов 10 было и у Дира, и у Джакса. Ну вообще странный момент, Шаганаре опять... У одного из двух было вообще не 10, смотри. Сколько у босса? 10? Сейчас, подожди, подожди, сейчас просто Жаку, Дримпульку, вот раз, смотри. Просто одну тысячу. А, ну ты про это? Ну конечно. Ты про самый конец? Ну да, он нажал дождь текать и убежал назад. То есть дождь текать, опта, все, и такая легчайшая. Пока, знаешь, по первой игре можно сказать, что гамбиты не умеют группиться. То есть они постоянно, знаешь, кто-то хочет дофармить, кто-то хочет на сайде еще подсплитить. Это, наверное, правильно? Это не наверное, это правильно, но, наверное, все-таки не для начала сезона. Это, наверное, ближе уже к концу надо, когда все разыграли, все размялись, никто не нервничает. По первой игре видно, что команда пока она уж такая. Так, знаешь, Дима, если Биолу стампили, мы могли бы их хвалить, то есть, за то, что они показывают, откровенно хвалить. Это было бы одно дело, выкидывали только Лексуса. Но, манс, хотя инициация была относительно неплохая, но нет плотного строя у гамбитов, поэтому иерели выходит Лексус. Дримпул не спешит инициировать, но получает он в себя косты Трэша, а потом издурение, и двоих забирают, только на Трэша размениваются. Могут ли гамбит развернуться? Слушай, да, они забирают Аранаса уже, и драка 3 в 3, посмотрим, кто одержит победу. Краб на стороне гамбитов, поэтому у них есть некоторое тактическое преимущество, но драконов у них немного, хотят забрать Царова, смогут ли? Это вопрос. Кары есть уже у стажера, но не очень мало ХП, сможет отхиливаться, так или иначе, копье кидает, хочет забустить дракона, и Номад сворует дракона при всем при этом. И еще один выход с ульты Райза. Опять потеряли стажера на ультах Райза. Друзья, сделайте, пожалуйста, мем, когда ультит Райз, стажер умирает. Спасибо. Там еще и дракона у него не получилось, засмойтите. Язир его еще добил своим солдатам. Драка была неплохая, Шаганари пока вот в этом моменте пострелял неплохо, но сохранил свой инстинкт убийцы до лучших времен. Лучшие времена пока еще не наступили. Юникорны, юникорны берут тем, что они просто, знаешь, стенкой пока работают. Вот смотри, Дримпулька играет на Камиле. Что можно поделать на Камиле? Можно пофлангать. Понятно, что по сплитпуше сейчас нельзя, потому что телепорт улавил, но можно с фланга постоять, понервировать кого-то, заставить кого-то пойти на себя, чтобы его зазонили. Потому что если ты с фланга, например, где-то в спине, и тебя никто не пойдет закрывать, то ты просто убьешь Кэри. А Фраппи нажал скачок и лунный дозор вообще в молоко, просто не по кому. И если бы, допустим, Камила на себя вымодила как минимум один таргет, это был бы уже плюс. А он стоит рядом! Зачем? Это то же самое, как, знаешь, Эвелина, и раньше, и сейчас, которая стоит рядом с командой. Нет, она должна заходить в спину с фланга, откуда угодно, она должна нервировать команду. И Дримпулька, по крайней мере, в том моменте, в прошлом знакоме... Должна заставлять команду, ты имеешь в виду занимать не ту позицию, которая занимается в стандартном построении пирамидки, где танки стоят впереди, грубо говоря, милишники, а ранжи сзади. Да? Ну, опций у Йолов было достаточно много, Дим, справедливости ради, потому что Эгипнотопия запушен, суперминьоны щекотали уже Т4-вышку, потому что если потерять одну Т4, то будет уже трудно защищать против Т6. Если две, то совсем плохо, Йолы снова пытаются форсить барона, но после этого они естественно его стопают, у Сантоса мало хп, Лексус под ультимейтом еле-еле выфлешивается, но успевает его подхилить стажер, и пока что размен ноль в ноль, коинфлипать не пытаются, Йолы не доделывают барона, потому что если стажер его украдет, будут, конечно, большие неприятности, но время играет на Йолов, ананас погиб, кстати, и наверху суперминьоны до сих пор идут, поэтому гамбиты, естественно, будут форсить драку. Вот, посмотри, запалил Номас, но самое главное гамбиты забирает барона очень быстро, ибо Кайса уже трехслотовый и демиджа вместе с Райзом наносит очень много по этому барону, и самое главное, что Лексус в этой игре играет очень жадно, вот я про него, кстати, ничего не сказал, но он играет очень жадно, он всегда нажимает ультимейт в самом начале, то есть до инициации, он нажимает ульту, и только потом нажимает комбу, чтобы максимальное количество хп засейвить перед тем, как его... как обычно бывает, Алистар делает комбу, у него влетают косты, у него остается пол хп, он нажимает ульту и умирает, да, его же просто там добивают, там, шапками закидывают, а Лексус нажимает на 100% хп, что позволяет ему очень много урона втанковать, и это помогло им сейчас возле барона, потому что он втанковал, выплышал назад на лоу хп, и при этом убили ананасика, а без ананасика барона контестить очень сложно, как и гамбиты, когда еды не потеряли. его подкил от стажер, он остался даже после своего ультимейта на достаточном количестве хп, чтобы не умереть, знаешь, от дуновения ветра. То есть он втанковал еще после этого какой-то урон от Номанза, вроде солдата удар, там что-то такое. И в момент, когда он ушел наверх, это тоже очень важно, потому что он выманил уже как минимум, знаешь, внимание Номанза, не идти смотреть, что там на бароне и возможно залететь или там продамажить, а уже пустить солдатов наверх, уже побоялись, и даже, условно говоря, тот же Фраппи, он не понимает, где листа, и, условно говоря, если он находится в спиде, то он должен получить как раз-таки информацию о том, где находится листа, чтобы пойти вперед. Пытаются поймать стажера, но он пока что не лыкушит. Использует глаз. Что-то чьякнул, и отошел. Играют по флате. Ой-ой-ой, здесь разбег, может быть, один в один. Флате использует Жоню. Что за тайминг? Оттреша, кстати, не забирает Айзана, после этого его забирает Номанз. Будет играть дальше, теперь еще и по стажеру, и это размен. Два в ноль не успели, ротационно гандбиты на верхнюю линию, и это, конечно, очень и очень для них плохо. Во-первых, потому что дракон спавнится через 41 секунду, а это, кстати, уже душа дракона для команды Unicorns of Love. Шаганарь еще играет здесь, тратит свои самонерки зачем-то, пытается выйти. Шаганарь сейчас может, кстати, и не выйти, потому что аналасик может его подчизить. Выходит, выходит, но здесь спавнится душа дракона очень скоро. Шаганарь вообще не вовремя отдал свои самонеры, это вообще какой-то был прикол, потому что зачем лететь джекса, который 100% нажмет встречный удар, то есть он думал, что он его именно добьет сборщиком долгов, но не тут-то было, и в итоге он потратил и скачок, и исцеление перед очень важным сражением. Но не говоря уже о флате, который вообще непонятно зачем нажал с Джонью, он 100% убивал джекса, у джекса не было шансов убить этого райза, потому что у него два предмета всего, ананасик, этого дракона не засмайте, и ложился ананасик, и дает время еще гамбитам пофармить. Что за смайты в этой игре? То стажер не может дракона взять, то ананас ошибается. 12-11, 3-2 по драконам, казалось бы, да, воздушный дрейк, возможно, не самый жесткий в плане души дракона, но все же нужно за этой душой очень аккуратно следить, по стажеру поиграли на пол хп, у Сантоса уже не было хука, заходят на Т2, и Ола, несмотря на то, что барон баф то у них нет. Лунный дозор очень интересный очередной от фраппи, пытался он, наверное, шаганари подцепить, и по грамме пушка была, и можно было бы подрутать. О-ху-ху, там у Номаца урона появился уже достаточно, он соло, просто солдатами, там за 2-3 автоатаки Дримпульки снял ну там 60% хп, нормально. Пытаются зайти на Т3, Unicorns of Love, 32-ая минута, дамы и господа, 3-2 под драконом, и чуть-чуть лучше ситуация у Йола в плане золота, как они будут, как Гамбиты будут дефать сейчас свою Т3, но пока промерили не очень сильно, Ингип на верхней линии уже встал, а вот Хардпуш на нижней линии у команды Гамбит и Спорт сработает, крепые умирают, а вышку, посмотри, сколько их там, Димп, по-моему, пачки 3, или может быть 2,5, нет? Ну, в общем, милишники уже погибли некоторые, здесь много было крипов, половина из них уже погибла, вот босс только на ранжей, знаешь, босс лутает остатки, ранжей у нас не самые такие по вылью сильные крипы, потому что я вижу проблемы, Юрий, потому что ему килы не достаются, он фарм свой, знаешь, пока не может получить пауэр фарм, сейчас босс забрал, и только сейчас грань, я так понимаю, у Фрапи появится, у него только третий предмет, а уж и гадаре уже почти четвертый, и скорее всего, а, он уже купил себе гранжу, он уже суперсильный, эта кайса соло может эту драку выиграть, и несмотря на то, что у Дир, все хайпим, да, суперкрутой лесник, танковый и так далее, но вот против такой кайсы, этот у Дир, вот с этими предметами, пока не купит рундуин, он ее уже не потанчит. Я вообще не знаю, кто потанчит эту кайсу, Дим, потому что, ну, как бы, Сантос, это все же не Алистар под ультой, потому что играет стрэша, изнурение, да, это здорово, единственное, что можно спасти, но это кайса, достаточно быстро, шокит любого. И очень интересный будет лейтгейм, потому что у нас здесь и Камила, и Райс, и кайса, три прям ультра сильных героя в лейте, понятно, здесь Дримпулька у нас немножко отстает по слотам, то есть третий предмет появится минуты через там 2-3, в босса примерно та же самая ситуация, только через минут 12-13 появится третий предмет, а здесь топ лейдер у нас отстали, Номанс сильный, Номанс горячий, у него три слота Рободон, скорее всего, собирает четвертым, у него баньша, который усилили, она теперь 80 ТП дает, очень вкусное усиление для этого предмета, зубнашор, зубнашора, все у него есть, остался Рободон, он станет очень сильным озером, который чуть ли не ваншотить будет всяких Камил, но именно Рободон есть, Рободон есть, Дим, четвертый предмет готов уже у Номанса, то есть именно на него сейчас идет расчет плюс 7 убийств у Номанса, то есть ты говорила о том, что Фраппе не остается убийство, да, но они достаются Номансу и у него очень много предметов, есть темная печаль, 10 стаков, не стоит о ней забывать, а она у нас уже очень давно дает больше Аппе, чем раньше, знаешь, в этом бачи, Рободоны, в Леке, чтобы дождаться Рободон, я ждал 2 недели, потому что за 2 недели, только под конец 2 недели у нас появился первый Рободон, ибо вот эта цена 3 800, все прям смотрят, думают, ну и как я это буду собирать, и собирали обычно просто предмет посох, бездны очень ранее собирали, в этой игре, как мы видим, Номанс пока без посоха, Флати уже собирает Рободон, о, подцепили снова стажера, можно по ним поиграть, коробка идет, дается флей, стажер еле-еле выходит, у Сантоса тоже очень мало, здоровье босс, так, отрунари, оглушает двоих, можно ли ворваться, сейчас услышим ответ, на этот вопрос, потому что влетает, Томас откидывает одного, пытается найти Лешал направо, и делает это очень удачно, забирает Лексуса, и Флати у стажера Балл-ХП, забирают только лишь Сантоса, Фраппи живет, пытается дайпул, выбежит у него, вряд ли это получится, потому что его догонять, бомерка проглушает, и это Эйс со стороны, Юникорн Зов Лав, 5 в 1 размен, и я боюсь, Дмитрий, что это уже будет сейчас конец игры, благо Габиты не успеют, или к сожалению, не успеют садефать свой Нексус, слишком раскиженный, Йола слишком большая, уже минута на таймере, и Юникорн Зов Лав в первой игре в своем мощном противостоянии против команды Красной Звезды одерживают очень трудную и далеко не безошибочную, но все же яркую победу, с чем мы можем их поздравить. Последняя драка, Юрий, я прям кекнул, потому что это, это было вообще такое, без, знаешь, ни эфирных слов, невозможно это описать, но я попробую, во-первых, когда Джакс прыгнул, можно было, допустим, Алистару не с флеша играть по Азиру, а поиграть аккуратно от убийства этого самого Джакса, но ладно, Лексус играл круто, он нажал скачок подкидывания по Азиру и готовится его откинуть, и что делает Шаганари? Он прилетает на то место, из которого откидывает Алистар Азир, и в итоге Номанц, который был убит миллион процентов, просто 200 миллионов процентов, и эта драка была абсолютно выиграна, Шаганари улетает на позицию, где нет Азира, Азир переместился там, где был Шаганари, Азир всех убивает, Шаганари стоит, ждет, пока Фрапи у него флешнется, и они разменяются по ХП, это было просто пог... Ну и самое главное, я думаю, что Нидали была абсолютно зря, я думаю, что Нидали сейчас вообще не герой, я думаю, что нужно брать именно чемпиона, который будет подходить для командных сражений, Лилию, понятно, Уолф там был в блокировке, Лилия была open, можно было ее взять в первой ротации, просто нажать QR с флеша и встать к Джоню, и ты уже супер был бы полезный для команды, просто создав, именно нужно быть полезным, Нидали полезно, если стомпит в начале, да, там стажер пофидел, потом немножко вернул свою команду, пофорсил файты, но в целом она по сути не чувствовалась, и последний момент, опять же, с чего начался, с того, что Хук поймал именно стажер. Матч был близкий, но ошибок и с другой стороны очень много, то есть Номан зафейлил на драконе и вернул команду Гамбит, если бы он там не зафейлил, это бы было минус 2, легчайший дракон, и скорее всего еще быстрее бы юникорны закончили. Слушай, да, это правда, перед этим зафейлил и стажер своим смайтом, дамы и господа, юникорны влаф одерживают победу в этом матче, и у них еще становится, соответственно, 1-0, благо, это был первый матч летитальной лиги весна 2021 года. Что ж, передаю слово на аналитику, получается, Дмитрий, прекрасно было комментировать от тебя, надеюсь, что в таком же темпе будем еще минимум 3 игры сегодня проводить. Господа, слово Паша и рифмс. Спасибо Юра, спасибо Дима и спасибо командам. Это был настоящий первый матч, настоящее открытие сезона. Не без ошибок, но все же очень красивая, интересная игра. И Гамбиты, слава богу, дали настоящий бой. Они показали, что даже несмотря на огромный скепсис со стороны зрителей, я читал очень много комментариев на эту тему, они могут драться, хоть и много вещей, о которых мы говорили, подтвердились воочию, мы увидели это в этой игре. Давайте еще раз обсудим драфт и ваши комментарии по поводу этого драфта. В Андре очень много было претензий по поводу Нидали от стажера и какого бы ты посоветовал персонажа вместо Нидали здесь? Ну, проблема, понимаешь, проблема даже не столько в Нидали, сколько в том, что исполнено было плохо. То есть Нидали это темп персонажа, которому надо с первых минут идти и грызть. Когда он умирает, сразу Удир захватился, Удир погнал. То есть он как машина. Понятное дело, вот Айкей говорит, а знаете, почему надо дать Удир, механика простая. Это играть в две стороны, но зафейлить очень трудно на Удире. То есть как люди всегда говорят, да, кнопок нет. То есть я бегу, мне норм. Вот. На Нидали надо потеть, на Нидали надо попадать, на Нидали надо контролить вижн, на Нидали надо сетапить ганки. А они в этой игре даже не дошли. То есть не было вот этих изолейшн 1-3-1. То есть Йол просто стояли, в какой-то момент, когда их поражали, мы будем формить в своем месте, мы поформим, потому что они перескейливают. У них Джакс, у них Азир, у них Аферер, все, против этого не играешь. Ну а, собственно, как в тимфайтах, они по факту до момента, как лейт начался, они плюс-минус равны были, если говорить о, наверное, минуте 30. Давайте посмотрим на как раз те самые тимфайты, как они развивались по ходу этой игры. И здесь стоит отметить, наверное, лейн-фазу от Флати. Айкей, что скажешь в сравнении двух мидеров? Сравни Номонза и Флати и разной стадии игры? Я считаю, что Флати эту игру отыграл достойно, и он был точно не ниже по уровню, чем Номонз. Мне очень понравилось, как он реализует своего райза, хотя, казалось бы, пик не то чтобы новый, мы уже видели в разных лигах этого чемпиона, и неудивительно, что Флати именно его выбрал. Но тут еще стоит отметить то, что у Номонза было хорошее давление от ананасика, то есть ананас постоянно какой-то прешер на карте создавал, и Номонзу как-то было легко играть, и не то чтобы сложно, но, тем не менее, Флати даже из такой ситуации он находил для себя моменты, он получал какое-то золото, какие-то киллы он получал, и не выглядел абсолютно бесполезным, и более того, он выглядел очень полезным. Да и вот если конкретно этот файт, который мы сейчас видим на трансляции, вспоминаю здесь, несмотря на то, что Байт изначально, который организовал стажер, он оставил команду Unicorn of Love без босса, и последующая атака на Флати, она вроде бы как должна была закончиться успешно, но Флати так хорошо их продамажил, что потом пришедший Демпулька, в принципе, и не отпустил оттуда сразу несколько игроков, и всю игру Гамбиты лидировали, и единственное, что неужели реально не было других опций, кроме как выходить в лейт, точнее, не пустить команду Unicorn of Love в лейт, и что нужно было сделать Гамбитам, чтобы, собственно говоря, победить в такой ситуации, когда у них уже было небольшое преимущество. Мне кажется, Павел, что в этой ситуации, когда стажер является главным шотколером команды, нужно посадить его на какого-то чемпиона, допустим, на Удира, или на какого-то более простого по механике чемпиона, потому что видно, что стажер отвлекается на какие-то колы, как-то взаимодействует со своей командой, и это приводит к тому, что где-то подкетчился на драконе, где-то хук поймал на топе, и, ну, больше, мне кажется, стоит гамбитам в сторону тимфайт-сетапов идти, потому что вот именно такие сложные 1-3-1 сетапы пока что, ну, мы видим, не особо получаются, и Unicorn этим пользуется. Я думаю, Вандер со мной будет солидарен. Вандер, что ты думаешь по этому поводу? Скажу, что в Испании играли так, они, скорее всего, остальные 6 команд бы не заметили сегодня в этой лиге, но проблема даже не в этом. Проблема в том, Павел говорит, что могли по-другому делать. Очень сложно играть, когда ты играешь против лид-геймсетап и отдал первых двух драконов. Очень сложно играть, потому что они точно знают, что даже если что-то пойдет не так, они не будут против таймера, они забрали ранее у порона, то есть это тоже минус, то есть это еще они 6 минут выигрывают как минимум. То есть момент, когда гамбиты могли, наверное, на артерию нажать, моментов этих не было, то есть они ими не воспользовались. А все из-за того, что, то есть, Удир, он просто, ну, вот он получает преимущество в начале, и он погнал. То есть тут Нидали у тебя будет, Лилия, там, Лисин, кто угодно, неважно. Суть в том, что если ты преимущество это отдал, он один вывозит эти лид-геймсетапы до определенной отметки. Я согласен с тобой, Вандер, и я думаю, что тут гамбитам нужно как-то побольше вот в тимфайты уходить и пытаться как-то на ранних драконов. Да, потому что видно, что команда хорошо играет, да, вот потенциал у нее есть определенный, нельзя сказать, что гамбиты как-то плохо сыграли или что-то не так было. Нужно просто вот этот вот потенциал их в правильное русло направить, и мне кажется, все у команды в дальнейшем будет хорошо. А пока хотел еще озвучить также трех номинантов на звание MVP этой встречи. Это Номанс, Ананасик и Сантос. Парни, согласны ли вы и кого бы вы добавили в этот список? Вандер. Ну, слушай, мы выбираем трех человек из пяти. Адешник, все скажут, не делал ничего, потому что он стрелял, то есть это уже минус один. Остается, надо еще кого-то взять. У нас ребята более популярные, чем босс, поэтому они там и боссы. Кстати, Айкей, ты же тоже дебютируешь вот у нас в эфире. Как ты оценишь дебют Фраппи в нашей континентальной лиге, потому что, к сожалению, не досталось ему ни одного убийства, но счет был также и без единой смерти. Мне кажется, что Фраппи сейчас делает то, что он должен делать сейчас в команде Unicorns of Love. Ребята не играют через него, он просто стоит, выполняет такую функцию виксайда, да, слабые какой-то линии, которая должна просто выйти в свои слоты. Он это делает, это такая серая работа, да, неблагодарная немножко, но он с ней справляется и это честная работа. Это честная работа, я с тобой абсолютно согласен и, собственно, поздравляем его с дебютом, был неплохой дебют, поздравляем команду Unicorns of Love с победой. На этом, ребята, прерыв, но впереди вас ждет еще три матча, никуда не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok